В этом видео я расскажу вам о возможности миди роутинга в FL Studio, которые необходимы для некоторых плагинов, эффектов и физического оборудования. Многие сэмплеры, как например Native Instruments Contact, могут загружать множество инструментов одновременно. Мой контакт сейчас содержит 4 загруженных инструмента. Играя на миди клавиатуре, я управляю только первым из них. Если присмотреться к интерфейсу сэмплера Contact, мы увидим, что все эти инструменты назначены на разные миди-каналы. Я могу, конечно, 2 инструмента отправить на первый канал, но это исключает возможность по отдельности управлять этими двумя инструментами. Чтобы решить проблему, добавляем channels add1 MIDI out. MIDI out не производит никакого звука. Он всего лишь направляет миди-сообщение дальше по цепочке. Когда вы играете ноту или крутите ручку. Переименую этот MIDI out в контакт 1. И в его настройках установлю порт в значение 5, а channel в 1. Это означает, что любые ноты, которые я сыграю в этот MIDI out, будут отправлены в MIDI порт 5, канал 1. Разумеется, теперь мне нужно что-то настроить на получение данных с 5-го MIDI порта 1-го MIDI канала. Откроем настройки сэмплера контакт. Здесь можно указать MIDI порт. Установлю input порт на 5. Взгляните на интерфейс контакта. Миди-каналы уже распределены с 1 по 4. Так что ничего здесь не нужно менять. Когда я играю на MIDI-выходе контакт 1, MIDI-данные идут с моей MIDI-клавиатуры через MIDI-выход и направляются на контакт. А сейчас я слышу звук сэмплера контакт. Такая конфигурация позволяет играть и записывать, задействуя разные инструменты в контакте. Клоны MIDI-выхода могут быть назначены на другие каналы, со 2 по 4. Порт остается тем же, чтобы данные шли в тот же самый контакт. И теперь каждый MIDI-аут задействует свой индивидуальный инструмент внутри единственного сэмплера контакт. Не надо добавлять 4 контакта и перегружать процессор. Добавим инструмент Layer и сохраним как его пресет контакт с 4 MIDI-выходами, чтобы не назначать эти порты и каналы каждый раз заново. Давайте рассмотрим использование железного синтезатора в FL Studio. MIDI-аут может отправлять данные во внешний мир, за пределы FL Studio. Прежде зайдите в меню Options, в настройки MIDI и найдите ваше устройство. В моем случае это M-Audio Axiom 25. И выберите порт, к примеру, 23. Создание MIDI-выхода, настроенного на тот же порт, 23, позволит отправлять MIDI-сигналы данному устройству. Также вы можете управлять некоторыми плагинами с помощью MIDI. Одним из таких плагинов под названием Изотоп Статтер, например. Как только добавите этот эффект в микшер, используйте MIDI-аут, чтобы им управлять. Точно так же, как и контакт, установив общий порт 7. Пока играет аудиоклип, я нажимаю MIDI-ноты, чтобы задействовать эффекты статтера. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok